Всем привет! Сегодня мы будем делать активатор для солевой грелки. Приветствуем! Как и обещали в ролике об изготовлении солевой грелки, мы покажем из каких бытовых предметов возможность изготовить активатор. Активатор это приспособление, которое запускает кристаллизацию раствора солевой грелки. Для этого нам понадобится пружина растяжения, металлическая мочалка для мытья посуды, Заколка для волос, которую мы обрезали, получили ее часть. Это часть браслета. Вот мы его порезали. Еще нам понадобится термоусадка разного диаметра под размер каждого из активаторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Для усаживания термоусадочной трубки нужно использовать мощный фен, желательно строительный, но также подойдут зажигалка и листички. Теперь подрежем. Здесь у нас две пружинки, заколка, браслет, часть браслетика. Теперь в нашу химическую грилку добавим активатор. Какой будем добавлять? Выбирай, какой тебе нравится больше. Давай откручивай, засовывай туда его. Закручивай. Пусть этот натрия остынет и потом попробуем активировать. Попробуем? Попробуй активировать. Не хочет, да? Это не сработало. Если в остывший ацетат натрия добавить любой предмет, в том числе и активатор, то он начнет кристаллизоваться. Поэтому придется опять его нагреть, в нагретом состоянии добавить активатор и после охлаждения испытать. Какой у нас сработал активатор? Это эллическая мычалка для лытья посуды. Пробуем в качестве активатора первую пружинку. Пошло. И пружинка тоже у нас работает. Давай попробуем солевую грилку, где активатором является пружина растяжения. Ссылку на ролик, как изготовить саму солевую грилку, мы разместим под этим видео. И давай испытаем теперь солевую грилку, где активатором является заколка для волос. Пошло. Даша, что у нас сработало? Две пружинки. Покажи какая. Здесь одна, а вторая где? Да, вторая пружинка там. Что еще сработало? Заколка. Заколка сработала, да. Что еще сработало? Железную кодельку я посуду. Согласен. Что не сработало? Браслет линейка. Браслет линейка не сработал, да. Ну, если бы она шире была, скорее всего бы она сработала, но это была бы тогда огромная пластина. Что, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова